В непривычной для нас с вами реальности, а именно на виртуальном киберполигоне, в конце мая проходила самая настоящая битва. Второй международный киберфестиваль Positive Hack Days Fest прошел в Москве на площадке спорткомплекса Лужники. Он завершился для команды Казанского федерального победой. Мероприятие было поделено на две основные зоны. В закрытой части прошла традиционная конференция для технических специалистов и представителей бизнеса. В открытой зоне фестиваля для всех желающих были доступны интерактивные инсталляции. Впервые все посетители смогли также увидеть кибербитву стенд-офф, зрелищное противостояние команд белых хакеров и защитников виртуальных государств. Капитан команды и студент четвертого курса Института физики Сергей Супротивин поделился со съемочной группой телеканала своими эмоциями по завершению этого большого события. Участие проходило великолепно. Мы сидели на малоспортивной арене в Лужниках. Там у нас было два дня по 8 часов без перерывов. Была прекрасная сцена, где снизу ходили люди, им представляли, чем мы занимаемся, что это такое вообще. А мы укромно сидели у себя и выполняли все задачи, которые перед нами поставлены. Конечно, очень сильно радовались, но, честно сказать, не очень, потому что мы и так понимали, что мы выиграем, когда едем. Настрой очень сильно решает. Несмотря на то, что ребята из других университетов оказали нам очень хорошее сопротивление, например, с ребятами из Владивостока у нас разрыв всего в одну минуту среднего реагирования. Это крайне мало, но несмотря на это, мы денек порадовались, поняли, какие мы специалисты хорошие и, в общем-то, все. Группа Blue Water состояла из пяти подготовленных и талантливых участников. В состав команды вошли четверокурсники Института физики. Капитан Сергей Супротивин, Владимир Дмитриев, Тимур Хакимов, обучающийся по направлению информационная безопасность автоматизированных систем. И студент третьего курса Института вычислительной математики и информационных технологий Тимур Хамзин, обучающийся по направлению информационная безопасность. К ребятам присоединился студент Казанского Национального исследовательского технологического университета Дамир Шакиров. Работа в команде требовала особой слаженности и доверия, особенно когда на кону безопасность города Н и его технологических объектов. В широкий список задач киберспортсменов команда входила расследование инцидентов, решение локальных задач, реакция на ситуации, созданные командой атакующих. Это значит, что подготовка к соревнованию была основательной. Что такое киберполигон? Это программный продукт, в котором реализованы все знания и навыки специалистов по расследованию реальных видов угроз и атак. Более 60% матрицы МИТР заложены в киберполигон. То есть это все тречки заражения вредоносным программным обеспечением за последние десятки лет, которые были расследованы во всем мире. В данной студенческой кибербитве участвовало в сумме 22 команды. 8 команд защитников, как раз победитель со стороны защитников от команды КФУ и 14 команд нападающих. При этом в составе нападающих были вузы не только обычные гражданские, но и вузы, которые готовят специалистов для наших слабых ведомств. IT и кибертурниры привлекают все больше и больше заинтересованных людей, и даже самые строгие скептики пересматривают свое отношение. IT-сфера оказывает на нашу жизнь значительное влияние, а значит работа, связанная с кибербезопасностью, является сейчас вполне актуальной и статусной. Волнующая и напряженная работа по защите виртуального города позади, и нашим киберзащитникам остается наслаждаться победой и принимать поздравления, а также готовиться к новым свершениям. Следите за миром киберреальности, ведь она продолжает оказывать на нас вполне реальное влияние. Вероника Туманова, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости.